Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Пионер – значит новатор. Первый проходит – лидер. Такие цензы у этого слова, и юные пионеры Беларуси имутся отповедать ему лучше обе повседневной жизни о своей шмангранной громадской деятельности. И так на протяжении уже 30-ти годов с того момента, как на 10-м взлете был принят первый статут Беларусской республиканской пионерской организации. Сегодня великая семья беларуских арлят наличвая больше 600 тысяч детей-подлетков, а добрых справ на их рахунку не злечить. Прогатый поди наша сегодняшняя размова со сошнёю из Центрального совета Беларусской республиканской пионерской организации Александра Гончаровой и куратором Дитячей палаты, яка истнует организации, вучнем 26-й столичной школы Вячеславом Чаплыгиным. Добрый день, наши гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а наши разговоры я предлагаю начать с так называемого оперативного повода, как обычно говорят журналисты. Буквально на днях закончился заявочный этап трёх знаковых проектов для вашей организации «Познай Беларусь», «Экотимуровцы», «Олимпиада дворовых игр». Вот расскажите, пожалуйста, более подробно, что это за проекты, много ли получили на эти проекты уже заявок, и, в общем-то, как они будут реализовываться, и вообще в чём их суть. И вот это вот «экотимуровцы» настолько звучит для меня приятно, потому что, конечно, в пионерское наше детство мы были тимуровцами, и очень всю эту работу уважали. Я думаю, что современные пионеры также активно включаются в такую работу. Да, Елена, вы правы. На самом деле мы каждый год стараемся учебный год для наших ребят сделать интересным, познавательным, ну и, конечно, полезным. И каждый учебный год радуем новинками, какими-то проектами, которые переживаются, мы продляем на два года. Вот вы сегодня перечислили только три проекта, на которых действительно завершилась онлайн-регистрация. Это мы делали специально. Каждый проект теперь у нас не просто по заявочному принципу. Ты приходишь в школу к своему председателю дружины, а непосредственно ты должен пройти по Google-форме регистрацию. Таким образом мы видим, сколько ребят участвует в наших проектах, какие проекты пользуются наибольшей популярностью, но какие проекты, возможно, в следующем году мы и не будем проводить. Вот сейчас завершилась регистрация у нас на три проекта. Они все очень разные, но мы надеемся, что они найдут отклик, потому что, когда мы сделали небольшой анализ, то уже увидели, что в проектах у нас зарегистрировалась больше треть школ. На каждый проект это порядка полутора тысяч школ у нас уже зарегистрировались, с учетом того, что вообще в Республике Беларусь более трех тысяч школ, поэтому проекты, как я сказала, абсолютно разные. Владислав меня потом дополнит. Вы сказали про эко-тимуровцев. Да, на самом деле это уже вторая игра, которую мы предлагаем для наших тимуровцев, потому что современная пионерия сохранила это направление деятельности. Конечно, сейчас актуально и очень модно называться волонтерами, добровольцами, но мы непосредственно сохранили тимуровское движение. В прошлом году мы играли в большую тимуровскую игру «Добродел», а в этом году посмотрели, что проблема экологии волнует наших ребят. И мы предлагаем решать экологические проблемы в интересной игровой форме. Конечно, я вам сейчас не расскажу всех секретов и всех заданий, которые каждый месяц будут выполнять наши ребята, но вот в ноябре наши как маленькие участники пионерского движения «Октябрята», так и наши пионеры получат задания, связанные с экологическим флешмобом, которые тоже сейчас популярны во всем мире. Но это, видимо, не только теоретические, так сказать, занятия, но, видимо, и практические, раз это эко. Да, конечно. У нас будут, не только мы будем изучать проблемы экологии, но и активно бороться с теми вызовами, которые сейчас получает Республика Беларусь, да, и в целом мир, как и пластиковые отходы, так и сохранение популяции видов животных и растений. Поэтому задания все очень творческие и интересные. Ну вот, опозная Беларусь. То есть мы познаем, видимо, уже не первый год у нас заканчивается, как говорится, трилогия «Года Малой Родины». Да. Дело в том, что на протяжении двух лет у нас реализовывался большой проект «Вот Шинабай», где наши ребята рассказывали о тех уголках Малой Родины, которые наиболее милы сердцу наших школьников, ну и тему Малой Родины и вообще знаний, знаний, не только историй и фактов о Республике Беларусь мы решили продолжить. Также это сделать в игровой форме, где ежемесячно ребята получают задания, которые будут связаны как со знаменитыми людьми Республики Беларусь, как с нашими национальными символами, орнаментами, да, и с историей. То есть они рассказывают такие небольшие эссеи, рассказы пишут, да? Ну, вы знаете, время, наверное, эссеи рассказов уже немножечко ушло. Мы все-таки идем в ногу со временем с нашими ребятами, и по итогам выполнения каждого блока заданий надо будет снять видеоролик, разместить его либо у себя в социальной сети ВКонтакте. У нас с сентября также появился ТикТок, поэтому, да. Совсем современное все. Да, поэтому теперь для того, чтобы поделиться итогом своей работы, мы не пишем эссе, мы снимаем веселые фотографии, размещаем все это у себя в социальной группе в нашей БРПО «Территория детства». Это такой негласный символ нашей организации сейчас. И, собственно говоря, идем в ногу со временем с нашими детьми, потому что они нас в последнее время опережают не то чтобы на шаг, но очень далеко. Ну, мы уже говорили, что современные дети – это дети новой формации, правда? Да, поколение Z. Ярослав, тебе это ближе. Да, ну и трудно вообще отрицать, что пионеры – это поколение Z, как говорят многие ученые. Конечно, работа с ними требует и в том числе подключения каких-то современных технологий и подходов. И, как известно, в организации недавно прошла так называемая перезагрузка. Появился и свой талисман, обновился, насколько я знаю, логотип, и появился новый слоган. Не так ли, Александра? Ну, это да. И еще пока, Александр, ответьте, я скажу, что вы принесли интересные свои атрибуты, атрибутика ваша. Я смотрю, даже вот значок новый, видно, тоже появился, да, в вашей организации. Яркие, интересные значки, очень интересные, красивые, привлекательные даже этим. Да, дело в том, что ни в коем случае мы не отказываемся от тех традиций и символов, которые были в пионерской организации на протяжении 30 лет. При вступлении в организацию мы повязываем галстук, мы принимаем в октябрята, и наши ребята получают октябрятский задачок. Но мы прекрасно понимаем, что детство, оно должно быть ярким, оно должно быть интересным. Поэтому нами была разработана вариативная символика, да, потому что, согласно нашим уставам и так далее, галстуку мы можем надевать только вот на рубашку. Но детство, оно же не только проходит в стенах школы. Мы вот про проект дворовых игр немножко не поговорили. Но вот и о том хотелось бы и сказать, что мы новые, мы интересные, мы яркие. Поэтому была разработана вариативная символика. Вот эти значки мы уже не запрещаем вешать ни на рюзаки, ни на всевозможные. Там куртки, куда угодно, как сейчас модно, и ребятам нравится. И поэтому у нас появился талисман, большой конкурс у нас проходил по избральному талисманам нашего огонька. Это рысенок-огонек. Кстати, Гомельщина его, конечно, нам и подарила, можно сказать. Вот, появился слоган БРПО «Территория детства», потому что эта организация в первую очередь, как мы сейчас видим, для неформального проведения времени у детей и подростков. И мы как раз-таки на 30-летие презентовали новую песню, одноименную «Территория детства». Поэтому стараемся соответствовать нашим детям. Завели даже ТикТок. Я в нем даже принимала участие. У меня с 10-го раза, наверное, получилось зайти туда. Да, но получилось нормально, Влад. А так я вот расскажу, что еще нового и интересного. Да, Влад, присоединяйся, пожалуйста. Я еще раз напомню, что он у нас очень активный пионер, даже руководитель небольшой организации. Да, вот как раз-таки одно из направлений работы пионерской организации это воспитание лидерских качеств. И, видимо, поэтому при БРПО создана и действует так называемая детская палата. Вот как раз-таки ее куратор Владислав Чеплыгин сегодня у нас в гостях. Пожалуйста, расскажи о вашей работе и вообще чем она тебя привлекает. Ну, начнем с того, что детская палата мне очень нравится как орган самоуправления, так можно частично сказать. Потому что мы помогаем взрослым с проектами какими-то, придумываем их. А уже взрослые за нас пишут всякие бумажки, положения. Скучные бумажки. То есть такой работой занимаются бумажные. А вы активничаете? Мы придумываем их, проекты эти. Ну, например, какие? Да, какой из последних проектов придумаем? Ну, с прошлой детской палаты. Да, Влад просто был в составе детской палаты предыдущего сезона нашего. Там мы сделали проект «Готовим маме», который был посвящен 8 марта. Там дети Софии Республики могли выкладывать в социальные сети фотографии с завтраком для мамы. Ну, а их уже как-то поощряли. Да, это был интернет-челлендж такой. А много ли вообще ребят вот в этой детской палате? И какой возраст? Ну, возраст я не скажу. Там... С 10 до 12 лет. Пионерский, да. Получается. Там есть 14 человек, по 2 с каждой области. И с Минска тоже 2 человека. Ну, уже речь шла о том, что ты вот в первый год был в детской палате как просто участник, а сегодня ты уже куратор. В чём твои обязанности как куратора заключаются? Ну, помогать детям с проектами. То есть не просто их придумать, а как-то помогать, додумываясь. Ну, вот интересно. Да, у нас организаторские способности у Владислава есть, и когда вот затихает в беседе разговор, Владислав сразу же, так, ребята, не расслабляемся, давайте, мы вот должны поучаствовать там-то, сделать то-то, поэтому он такой энерджайзер у нас. Ну, будем говорить, что, значит, у него есть лидерские качества. Я так думаю, что, в общем-то, одна из задач организации всё-таки воспитывать лидеров, лидеров мнений, лидеров на добрые, хорошие дела, правильно? И палата в том же направлении тоже, видно, работает. Ты своим, в общем-то, примером зажигаешь других, учишь на своих примерах. А как вы вообще вот пытаетесь воспитать лидера? Это очень важно. Знаете, вот вы сейчас сказали такую фразу, Елена, зажигать, да, и у нас совсем недавно прошёл форум, где мы говорили о том, что наши вожатые зажигают детские сердца. Очень важно уметь за собой повлечь, завлечь в деятельность, и очень много проектов сейчас, которые мы реализовываем как раз-таки по развитию неформальных компетенций и развитию лидерских качеств. У нас вот помимо детской палаты проводится также обучение и наших взрослых вожатых, для того, чтобы они умели потом рассмотреть их, ярких, интересных личностей. И если говорить о конкурсах, то пару лет назад у нас проводился, в этом году мы тоже проводим этот конкурс как суперзвёздочка. Это где мы выявляем наших ребят-лидеров младшего возраста от 7 до 10 лет. У нас проводился в прошлом году, в позапрошлом году большой конкурс «Супертройка», где надо было показать лидерские качества «Октябрёнка», «Пионера» и «Вожатого». Такая триада лидеров была. Вот, поэтому с помощью как раз-таки таких программ мы выявляем лидеров и обучаем их в дальнейшем вести за собой, зажигать детские сердца. И вот к слову о лидерах в наш СМС-чат пришёл такой вопрос. Сейчас зачитаем. «Я студентка, нравится работать с молодёжью, с ребятами, с детьми. Как стать пионер-вожатым?» То есть есть ли какая-то подготовка к этому? Дело в том, что наши все дружины, мы работаем с Министерством образования, при Министерстве образования, и все наши дружины, они располагаются как раз-таки в учреждениях общего образования. Это школ, гимназиях и лицеях. Вот, поэтому если студентка у нас учится в педагогическом вузе, то как раз-таки, став педагогом-организатором, либо придя в школе, можно возглавить эту работу. Если же так абстрагироваться непосредственно от школ, то свои способности можно попробовать в наших лагерях летних и стать вожатым, пускай даже на небольшое время. Александра, вы знаете что? Вот я у вас на сайте нашла очень такую, выделенную даже жирным шрифтом, цель вашей организации – помочь каждому пионеру стать гражданином, своими делами и поступками приносить пользу семье, себе. Вот сейчас это очень актуально, как никогда, видимо, воспитать настоящего гражданина нашей страны, чтобы ребята занимались нужными полезными делами, делами полезными, как у вас говорится, для себя, для семьи, для вашего Отечества. Вот это одна из, как говорится, видно, ключевых таких направлений вашей работы. Как вот она строится, на чем? Да, но я бы сказала, что, наверное, не то, чтобы это путуально сейчас, это актуально было всегда, да, и, в принципе, и цель нашей организации, чтобы вот маленькими своими делами, маленькими проектами мы наших ребят объединяли на такое, может быть, в дальнейшем большое нужное дело. И если посмотреть все наши проекты, не просто на название, может быть, интересную, яркую картинку, то как раз-таки по содержанию можно увидеть, что мы идем вот к этой общей цели, белорусская республиканская пионерская организация. Допустим, проект наш «Сделай мир чище». Своими делами мы благоустраиваем наш край. Я уже называла проект «Вотшина Бай». У нас есть интеллектуальный проект «Пионерский квиз», да, наши ребята играют в мозгобойню. Хотя, казалось бы, да, ну, по аналогии, да, с мозгобойней, казалось бы, чем вот этот проект направлен на воспитание гражданина-патриота. Но если уже посмотреть суть и посмотреть, какие разделы ребята изучают для того, чтобы потом школу свою занять первое место, то, конечно, там у нас и знаменитые спортсмены, и рекорды Белоруссии, и исторические факты. Огромный проект, который мы проиграли в прошлом году, это «Большой квест по следам победы», где мы в доступной, интересной форме ребятам рассказывали про героев Великой Отечественной войны. Прошли три операции «Багратион». Ну, это вообще было здорово и интересно, но это просто сделано с помощью новых форм, да, которые воспринимают ребята. Да, и в такой форме ещё лучше оно усваивается материал такой. Поэтому мы идём к нашей цели, но всё через интересные формы. Как, Вячеслав, вы подключаетесь вот к этому? Ну, вообще... Палата имеется в виду ваша. Патриотичность хочу дополнить то, что организация сама по себе делает всё, чтобы человек стал патриотичным, который в ней участвует. Эти все проекты, конкурсы, викторины — это всё как-то связано с Белоруссией, с её историей, природой и всё такое. Ну, я предлагаю перейти к вопросам наших слушателей. Ну, сначала напомни, как можно позвонить к нам. Да, телефон 317-97-21, код столицы 017. Ну, также СМС-сообщение присылайте на номер 106-2. Вот буквально сейчас позвонила женщина, говорит, что... Очень много говорили о том, что пионеры в социальные сети постепенно переходят, да, о том, что много онлайн. Вот она интересуется, а какие вот реальные проекты, вот, ну, практические, то есть, садят ли пионеры деревья, делают ли скворечники? Вот такой вопрос. Конечно. Помогают ли тем же старикам? Вы знаете, конечно, мы сейчас говорили о том, с чем мы столкнулись в связи с эпидемиологической ситуацией, да, которая не только в Республике Беларуси, во всём мире, поэтому нам пришлось некоторые блоги переводить действительно в онлайн. Но это не значит, что современный пионер Тимуровец Октябрёнок перестал делать добрые, хорошие дела. Те же самые высаживать деревья, участвовать в субботниках. Но это сейчас делают не только пионеры, это вообще в системе образования и воспитания в школах делает любой школьник. Поэтому, конечно, практическая, она не прекращается, да. И я говорила вот о проекте Добродел, где мы даже вот прописывали одно из заданий, чтобы надо было найти знаменитого человека своего края, посетить его. Чаще всего это, конечно, выбирали участников либо узников Великой Отечественной войны. Поэтому, конечно, работа практическая, она никогда не прекращается. И всё, что мы рассказывали, все вот эти проекты, на которых проходит онлайн-регистрация, обязательно имеет практическое применение. Ну вот ещё постоянный слушатель интересуется. Он слышал, что, мол, в пионерскую организацию, скажем так, приглашают вступать дружно чуть ли не всем классам. Так ли это? Конечно, всех дружно, мы всех ждём. Мы же об этом говорили. Приглашаем всех, но кто хочет, тот вступает. Конечно, с согласия родителей. Даже так? Да, согласно законодательству, да, об общественных объединениях до 16 лет на заявление при вступлении в любую организацию, будь то Союз молодёжи, пионерская организация и любая другая общественная организация, требуется разрешение родителей. Поэтому чаще всего наши педагоги-организаторы и классные руководители, они, конечно, приглашают весь класс. Ну, а в дальнейшем уже смотрят, кто захотел, тот и присоединился к деятельности пионерской организации. Ну, то с Волковыцкой Валентина Николаевна интересуется, сегодня пионер может ли быть религиозно верующим? Конечно, да. Дело в том, что мне бы хотелось сделать акцент на том, что белорусская республиканская пионерская организация очень видоизменилась, и не стоит её в полной мере идентифицировать с той пионерской организацией имени Ленина, которая существовала. Мы действуем по другому уставу, и время меняется, поэтому у нас есть и религиозные ребята. Если родители не против, то, конечно, мы ждём независимо от вероисповедания, потому что, ну, Беларусь у нас и толерантная, и многонациональная, и многоконфессиональная, поэтому, конечно, это не является какой-либо причиной вступать, либо не вступать в организацию. Самое главное, чтобы ребёнку нравилась деятельность организации, и он находил себя в ней, а мы поможем уже реализовать все его устремления и желания. И вот к слову об этом, вот опять же позвонила во время перерыва одна женщина, говорит, что вот её внук учится в шестом классе, и вот наотрез не хочет вступать в пионерскую организацию. Бабушка волнуется, как привлечь внука к этому движению, то есть кто должен помогать в этом, скажем так, в этой агитации? Мне бы хотелось успокоить бабушку, если внук наотрез не хочет вступать, ну, наверное, не так работает дружина, и неинтересно ребёнку именно деятельность пионерской организации. Я не буду рекламировать другие общественные объединения, в которых может быть себя ребёнок найти, но, с другой стороны, может быть, внуку в шестом классе не обязательно вступить в организацию, а просто посмотреть и поучаствовать пока что не будучи пионером в каких-то проектах и программах, и, может быть, мнение ребёнка абсолютно изменится. Но это если раньше там ребёнок не вступал в пионерскую организацию, это было просто, наверное, что-то, ну, наверное, очень-очень страшное, вот, то теперь мы относимся... Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы все ребята были в наших рядах, но если не хочет, конечно, мы никого не заставляем, потому что членство в организации, оно добровольное, и мы хотим ещё раз повторить и для всех родителей, что заставлять вступать в организацию никого не стоит. Ну, сейчас у нас есть разные молодёжные движения, такие детские общественные организации, поэтому каждый может найти себя в них. Главное, чтобы наши дети были активными, чтобы они занимались полезным трудом, во благо, как мы уже говорили, себе, семье, наше общество, чтобы, в общем-то, какие-то другие деструктивные силы их к себе не переманили. Вот это наша главная задача. И вы уже вскользко говорили о деятельности лидеров, так называемых вожатых, ну, пионерия без вожатых, ну, никак. И, в общем-то, вы растите, видимо, из рядов своих пионеров, уже будущих вожатых, и, может быть, даже вот студенты желающие и приходят к вам. Вот какие-то новые формы именно постарше членами вашей организации, те, которые действительно лидеры, как вы строите? Да, спасибо огромное за вопрос, потому что тут сейчас мы немножечко похвалимся. Нам на протяжении двух лет удается собрать форумную площадку для лидеров, для вожатых, для педагогов-организаторов. К сожалению, образовательного курса и спецподготовки для такой категории нет. У нас есть только курсы в Академии после дипломного образования, повышения квалификации. Они как раз-таки у нас сейчас, да, это спасибо за поддержку Министерства образования. Вот сегодня у нас как раз-таки такой курс начинается, прямо вот сейчас. Но нам удалось два года подряд собирать наших педагогов, нашу категорию, наших председателей районных советов именно на форумные площадки. И если в прошлом году мы собирались, такой двухдневный форум у нас был в Минске, то в этом году нас поддержал еще наш любимый центр «Разубренок». И только на протяжении трех дней мы смогли порядка двухсот человек собрать наших председателей, педагогов-организаторов вожатых и действительно прокачать их новыми знаниями, компетенциями, рассказать про новые интересные формы работы, поделиться нашим новым пресс-китом, что можно использовать. Поэтому это было очень так весело, интересно. Мы на протяжении трех дней погружались просто в детство. Многие взрослые очень не хотели остановиться на позицию ребенка, ходить вместе с вожатым. И потом оказался опыт интересный, потому что многие забыли, что такое детство. И в дальнейшем сейчас даже при планировании они... Так, а это нашим детям будет неинтересно. И вот очень здорово, что... И к чему мы стремимся? Научить слышать детей, да? Научиться, чтобы понимать, что... Это самое главное. В первую очередь слышать детей. Слышать детей и делать, чтобы им было интересно в организации. Вот буквально через две недели начинается самая, наверное, прекрасная пора для школьников. Это каникулы. И, видимо, наметили для ребят много интересных дел, конкурсов, может быть, на свободное время от учебы. В каком формате они будут проходить и какие они будут? Я сейчас опять не буду оригинальной, скажу, что у нас всё проходит онлайн. Но действительно, мы просто призываем лишний раз ребятам не посещать массовые мероприятия, а интересно использовать, провести время. У нас есть уже такой опыт, когда продляли в прошлом году весенние каникулы. Вот Влад был активным участником проекта «Клёвые каникулы». Ну расскажи, расскажи, как это? Ну там, получается, были задания, на каждый день давали задания, его выполняешь и выкладываешь в социальной сети. Какого рода были задания? То есть это помыть пол дома или что-то приготовить? Сделать уборку, завтрак готовили, обед, ужин. Получается, зарядка была, всякие другие задания, которые способствовали какому-то труду. Ну, Влад, ты так рассказала, такое ощущение, что целый день делали уборку и готовили завтраки. Нет, оно было на самом деле здорово. Родителям очень понравился проект. Потому что они были заняты, они находились дома. И не только сидели в гаджетах. Ну, они сидели в гаджетах, но сидели с пользой для того, чтобы, да, получить определенный чек-лист на день и потом его выполнить. В этот раз мы тоже подготовили аналогичное задание, но афишка будет в том, что по итогам выполнения задания на каждый день наш участник будет получать подсказку итогового задания. Например, день надо придумать или снять какой-нибудь ролик в ТикТок по легкому завязыванию галстука, да, и после этого ребенок будет получать подсказку, допустим, цвет оранжевый. На следующий день будет еще одну подсказку, допустим, лист. Ну и в итоге выполнять определенную композицию. Поэтому для того, чтобы поучаствовать в проекте, надо выполнить задание целой недели. А вот ориентируясь на весну, да, вот когда были клевые каникулы, проект, как планируете, насколько активно будут участвовать? Ну мы, во-первых, благодаря таким проектам у нас выросла наша группа ВКонтакте, да, у нас увеличилось количество подписчиков, поэтому проекты пользуются популярностью. У нас есть уже такие постоянные участники, ну и будем надеяться, и, пользуясь возможностью, приглашаем школьников, хотя, наверное, они сейчас в школе сидят, грызут гранит науки. Ну слушают бабушки, дедушки, родители. Да, о том, что проведение времени в интернете тоже может быть интересным, полезным и классным, поэтому приглашаем всех принять участие в этом проекте, ну и подписываться на нас в нашей группе в Инстаграме, ВКонтакте. Ну а взрослым будет полезно для того, чтобы погрузиться в деятельность пионерской организации, зайти на наш сайт www.brpod.by, ну и, собственно говоря, посмотреть, какая она современная пионерия Республики Беларусь. Ну и вспомнить свое детство, это тоже очень важно, и подсказать своим вот внукам, вступайте в пионерскую организацию, там здорово, там клево. Вот надо, видно, подчеркнуть, что буквально месяц тому наша белорусская пионерия отметила юбилей 30 лет. Это очень здорово. Мы вас хоть с опозданием, но поздравляем всю огромную семью, пионерскую пионерию белорусских орлят, как еще называют тоже с этим праздником. Вот, впереди у вас масса интересных дел. Вот, если вспомнить, чуточку вернуться к юбилею, как вы его отмечали? Тоже онлайн? Нет. Как раз-таки наше 30-летие мы отмечали со взрослыми как раз-таки нашим форумом, пионерские инновации 3.0. Ну, а для ребят были подготовлены праздничные мероприятия в областях, в районных советах. Это, конечно же, и вступление в ряды нашей организации торжественной, это и проведение праздничных мероприятий. Как я уже говорила выше, у нас прошла презентация нашей новой песни «Территория детства». Для наших маленьких ребят октябрят мы подготовили интересное издание дневнички «Октябрёнка», где можно, опять же, выполнять. Да, тоже яркие, интересные виды. Выполнять, причём каждый спрашивает, говорит, первый, второй, третий – это класс? Мы говорим, нет, это уровни подготовки, потому что у нас тоже есть система роста, как и у наших октябрят, так и у пионеров. Они становятся пионерами-лидерами. Вот, поэтому на самом деле мы сейчас для себя, вот мы очень много раз сегодня даже с вами говорили о том, что белорусская организация, пионерская, она массовая, и вот сейчас стоит задача у нас привлечь каждого ребёнка к деятельности. Поэтому работаем чаще всего непосредственно в дружинах. Когда-то говорили «пионер», всем пример. Искренне желаем нашей пионерской организации действительно быть уникальной, примером для всех. И благодарим вас за участие в нашей программе. Мне застается слухачам только нагадать, что сегодня у нас были гостями старшиня Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова и куратор Дитячая палаты, яка есть при организации в Учин 26-й столичной школе Вячеслав Чаплыгин. Дякую вам за уделу нашей передачи, но слухачам дякую за активничание у эфиры.